Преданность слуги Они заставили Чингисхана уважать себя. Их имена навсегда останутся в истории такими же яркими, как имена их победителей. Чингисхан Главный руководитель проекта – Джан Гуамин. Идея – Гэ Цзянь. Сценарии – Шучи Сянь, Джу Яутин. В главных ролях – Ба Лин, Сажэнь Гауа, Джао Хэнсюань. Главный оператор – Гэ Жи Ту. Постановка трюков – Цзэ Вэй Чун. Музыка – Джан Чаньи. Главный продюсер – Батыр. Режиссер – Джу Вэньцзе. Двадцать восьмая серия. Султан совсем потерял разум. А этот рожденный тюркской неразумной женщиной принц Джалаладин постоянно залится на место кронпринца. Если он придет к власти, нам, людям, Киньша, не поздоровится. Нужно избавиться от султана Мохаммеда и сделать наследного принца новым султаном. Избавимся сейчас же. Идем. Не нужно верить всему, что говорит эта ведьма. Но не верить совсем мы не можем. Да в это совершенно невозможно верить. Брать, хватит. Не важно, что говорит Дуали. Когда-то ты тоже не соглашался вступать в Газни и Ирак. Так, отец, я не согласен бежать, сломя голову. Хватит. Не стоит тратить слов на тему, которую мы уже обсуждали сто раз. Сегодня я хочу тебе сказать то, что ты должен навсегда запомнить. Война – это не детская игрушка. Ваше Величество, сегодня вечером вам лучше не покидать свою охрану. Почему? Потому что кто-то вас хочет убить. Кто-то убил его Величество Султана. Султана стреляли. Слушайте. Вчера вечером Султан Мохаммед отправился к праотцам. Сейчас его душа уже в райских кущах вместе с прошлым правителем. Как главный министр по приказу вдовствующей императрицы Телькен, я объявляю маленького наследника принца новым султаном. Принц Джалаладин, скорее сойдите с коня и поклонитесь новому султану. Что ж, я очень хочу сделать то, что вы мне говорите. Однако кое-кто здесь не согласен. Кто? Кто осмелился не согласиться? Пусть он выйдет. Мой солдат был убит теми, кто задумал убить меня. Пусть Аллах в своем яростном гневе разнесет сатанинскую голову этого бунтовщика. Да здравствует султан Мухаммед. Долгих лет жизни нашему султану. Отец, нельзя дать ему уйти. Они в страхе не знают, куда бежать. Джабе позаботится об этом деле вместо меня. Докладываю вам, генералы. Жители города наотрез не хотят вас слушать и отказываются отдавать вам что-либо. Что же, Сабутай, придется сражаться? Брось. Важнее догнать султана Мухаммеда. Выступаем. Монголы уходят. Ну что, они еще что-то кричат? Убить их всех без исключения. Остановиться. Захватить город, убить всех жителей. Братья, чего вы ждете? Вперед. 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 Играет музыка. В то время как Джебе и Субутай захватывали город, султан Мухаммед и его охрана спешно бежали в город Нишабур. А покинувший султана главный министр, сошелся лицом к лицу с триумфально возвращающимся Джебе. Город Нишабур. Приветствую тебя, вдовствующая императрица-мать и образец женской добродетели. Генерал Тимур Мелик, почему твой великий султан не пришел встретить меня? Он не знает, что вы прибыли в город Нишабур. Чем он занят? Он плохо себя чувствует, как физически, так и морально. Отведите меня к нему. Завоеватель западного мира султан Мухаммед превратился в ходячий труп. В то время как завоеватель восточного мира, хотя и чувствующий уже постепенное приближение смерти, все еще крепок и амбициозен. Хотя трудно определить степень участия этих двух главнокомандующих в военных победах и поражениях во время противостояния Запада и Востока, однако падение харизма, безусловно, лежит на совести султана. Уходите все отсюда! Императрица! Постойте! Как смеете вы притуплять волю султана к борьбе в тяжелые для страны времена? Уведите их и обезглавьте! Императрица! 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 В стране смерти разруха! Как можешь ты проводить дни в пьянстве? Как же я могла родить такого никчемного сына? Я никчемный. Да, ты права. Я провожу дни за вином. Но что ты дала мне сделать? Аллах покинул меня. Я ничего не могу сделать. Джебей и Субутай, эти два монгольских дьявола неустанно преследуют меня. Мне некуда бежать, негде скрыться. Что ты прикажешь мне делать? Неужели твоя сабля сделана из дерева? Почему ты не идешь и не сопротивляешься? Сопротивляться? Я уже сопротивлялся, но моя армия, встретив монголов, была разбита на голову. О, Аллах! С тех пор, как я пересек реку Амударья, я почти каждый день бегу, спасая жизнь. Куда бы я ни пришел, не проходит трех дней, как Джебей и Субутай догоняют меня. Твои министры, наши ханы Циньша! Они чуть не убили меня. Что? Министры и ханы Циньша, которых ты навязала мне, не только не помогли мне отбить нападение монголов, но замышляли убить меня. Сегодня я, к счастью, жив, но кто знает, когда я умру. Как такое может быть? Как такое может быть? Но это так. Уже так. С харизмом покончено. Он исчезнет из этого мира. Мать! Давай вместе весело насладимся последними днями. Генерал Тимур Мелик! Императрица! Наши женщины, дети и старики прибежали сюда из Ургенча, чтобы укрыться от нападения Чингисхана и не быть убитыми Джебе и Субутаем. Его Величество Султан уже распорядился. Мне все равно. Я не собираюсь выслушать, какой план у моего неумелого сына. Мне сейчас нужен ваш совет. В горах возле города Нишабур есть старая крепость Халун. Это место легко защищать и трудно атаковать. Я уже подготовил армию сопровождать ваше высочество, Султана и принцев охранять вашу безопасность. Однако Его Величество Султан... Не думай о нем, я уже устала смотреть на него. Проводи меня немедленно назад. Вы все слышали? Она назвала меня неумелым. Да, я неумелый. От меня нет толка. Но я еще помню, кто принес в харизму эту разрушительную войну. Это ее племянник, проклятый Хаирхан. Если бы послушали меня и отправили этого злодея, и все награбленное им Чингисхану, не было бы этой войны. Но разве она послушала? Она получила от Хаирхана сундук с драгоценностями, и грабитель сразу стал героем, а купцы – шпионами. Пришли монголы, и страна скоро будет разрушена. Однако эти ханы Циньша, на которых она опирается, могут только бежать поджав хвост, едва завидев монголов. Все города один за другим попали в руки Чингисхана. В этой безнадежной ситуации, что я могу сделать? Когда султан Мохаммед сидел в ожидании смерти, не зная, что делать, две двадцатитысячные армии двух генералов Чингисхана, Джибэй Субутая, подходили к нему все ближе. Ваше Величество, достопочтенный султан, если ты уйдешь, кто защитит нас, правоверных? Кто защитит наши мечети? Мои подчиненные, вы ошибаетесь. Я выезжаю за пределы города, чтобы поохотиться. Я не брошу мечети правоверных. Вы сейчас же отправляетесь укреплять городские стены и углублять ров. Когда придут монголы, я поведу вас на защиту Нишабура, и мы уничтожим монголов у стен города. Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан! После того, как жители города укрепят стены и сделают глуп жиров, они обнаружат, что мы уже сбежали. Как они будут выражать свой праведный гнев и разочарование? Бежим! У нашего великого султана еще есть места, не занятые монголами, куда можно бежать. Необходимость в решающей битве, которую ты так ждешь, придет сама собой. Три дня спустя монголы штурмуют Нишабур. Монголы у стен города. Монголы пришли. Они действительно пришли. Монголы пришли. Султан и его армия бежали. Разве он не говорил, что уходит охотиться? Не заставил нас укреплять стены города и глуп жертеров? О боже, он предатель! Какой же он защитник! Так он трус и негодяй! Теперь, когда султан бежал, кто защитит нас? Кто придет защитить нас, безоружных мусульман? Пусть великий Аллах накажет этого злодея. Если мы будем сопротивляться, они наверняка всех нас убьют. Если мы сдадимся, они, возможно, сохранят нам жизнь. Так лучше нам сдаться! Вы очень послушны. Здесь есть императорский указ Чингисхана под красной печатью, написанный на уйбурском. Прочти его. Всемогущее небо даровало великому хану Чингисхану все земли от места, где восходит солнце, до места, где оно садится. Любой, кто сдастся, а также его жена, дети и родственники, получат помилование. Любой, кто окажет сопротивлением, а также его жена, дети и ближние, будут убиты. Чингисхан в Великой Монгольской империи. Вы поняли? Возвращайся и передай это городской знати. Скажи им, не призывать народ подобным муравьям оказывать сопротивление монголам, подобным огню и воде. Хорошо. Говорите, куда бежала эта злобная старуха Таркен? В крепость Хулун. Вы отведете нас туда? Отведем. Крепость Хулун. Вдовствующая императрица! Вдовствующая императрица! Что стряслось? Монголы! Монголы! Что монголы? Монголы уже окружили крепость. А где мой сын, султан Мухаммед? Почему он не остановит монголов? Жители крепости Хулун не имеют привычки запасать воду, а в этом году уже несколько месяцев не было дождя. Я думаю, в крепости скоро кончится вода. Да. Я думаю, нам не нужно шламывать крепость. Через несколько дней окружение, она падет сама. Слушайте, окружим крепость так плотно, чтобы не просочилась ни одна капля. Каспийское море, остров Абускун. В июне 1220 года султан Мухаммед встретился с монголами и был повержен. Он с трудом бежал к Каспийскому морю и укрылся на острове Абускун, который сейчас уже ушел под воду. Спустя полмесяца в крепости Хулун кончилась вода. Воды. 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 Скорее отправьте кого-нибудь найти для меня воды. Убивайте всех, кто осмеливается скрывать от меня воду. Вдох, стуча императрица. Мы не можем найти ни капли воды. Мне не важно сколько, только поскорее принесите мне воду. Скорее. Хорошо. Эй, принесите воды. Позовите их выйти из крепости и попить воды. Эй, идите скорее попить воды. Вдовствующая императрица. Мы сдаемся. Сдаемся. Если не сдадимся, мы умрем от жажды. Откройте крепость. Сдавайтесь. Вдовствующая императрица приказала открыть город и сдаться. Пить. Пить. Это мое. Мое. Пить. Воды. Вода. Это мое. Мое. Это мое. Моя вода. Императрица, вода. Вода, императрица. Вода. Дай мне немного попить. Дай мне немного. Дай мне. Дай мне. Проваливайте. Или вы хотите поднять мятеж? Отойдите. Дайте сначала попить королевским наложницам и принцам. Ты вдовствующая императрица Таркен? Да. Но кто позволил тебе произносить мое имя? Скажи, все эти женщины и дети являются наложницами и принцами его величества султана? И еще есть принцессы. Понятно. Дайте в волю напиться наложницам и принцессам, но не давайте пить принцам. Почему? Почему принцам нельзя пить? Мертвецы не знают жажды. Уведите их и без главки. Аллах! Аллах! Ты видишь, почему ты не разрубишь свои сабли, подобно молнии этих убийц? Мой бестолковый сын, султан Мухаммед, почему ты не идешь защитить своих сыновей? Где ты скрываешься? О, Аллах! О, Аллах! Лучше ли султану? Возможно, у него плеврит. Воды в брюшной полости все больше, лихорадка не проходит, к тому же нет никаких лекарств. Боюсь, что не нужно ему это говорить. Пусть он спокойно уйдет в сады рая. Какие еще плохие новости? Чингис-хан отправил трех своих сыновей с войсками в нашу старую столицу Ургенч. Это не является неожиданным событием. Еще пала крепость Хулун. Что? А что с императрицей? Женами султана, принцессами и принцами? Императрица, жены султана и принцессы в плену у Джебе. Все маленькие принцы убиты. Аллах! Отец! 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 Он, должно быть, услышал печальные, горькие новости. Я умираю. Отец, не печалься. Мои умершие родные уже ждут меня в райских садах. Тех, кто умрет потом, я буду ждать в садах рая. Наша семья скоро воссоединится. Я покорил и правил такой огромной территорией, но, к несчастью, сейчас не осталось и дюйма земли, чтобы кинуть в мою могилу. Мне остается быть похороненным на этом крошечном заброшенном островке. Что ж, каждый день морские волны будут играть мне похоронные марши. Каждый день будут буревестники. Отец! Джалаладин, я скажу тебе, это был приказ императрицы сделать Восылыхая наследным принцем. Я приложу все силы, чтобы помочь своему младшему брату. Восылахей, это не потому, что отец не любит тебя, а потому, что кроме Джалаладина больше некому спасти харезм. Поэтому я назначаю султаном Джалаладина. Успокойся, у меня нет ни капли ненависти к тебе или к моему старшему брату. Хорошо. Теперь у вас новый султан. В декабре 1220 года султан Мухаммед умер. Он познал славу и унижение. Не было почести для султана, не было похоронной музыки, не было плача, так как они боялись, что потревожат преследовавших их монголов. Самое трагичное в том, что даже султан Мухаммед не предполагал, что и гроба у него тоже не будет. Будет лишь желтый песок на лице. Однако он, наконец, был избавлен от страха преследования монгольскими конями. Он тихо покоился на этом крошечном островке, который впоследствии поглотила морская вода. Прославляли или проклинали его потомки, никто из них не смог найти место, где он был похоронен. Идем. Мы должны добраться до Ургенча, до того, как туда прибудут три сына Чингисхана. Стотысячная армия Ургенча и миллион его жителей – это наша единственная надежда разбить монголов и спасти Хорезу. Да здравствуй, Джалаладин! Да здравствуй, Джалаладин! Я подвел вас. Позволил жить в страхе. Потеряно более половины территории государства Хорезу. Погибли миллионы людей. Сейчас правоверные страдают. Я виноват перед вами. Я виноват. И перед Аллахом. Прости меня, Аллах. Его высочество принца здесь. Дядя, я больше не принц. Не нужно этого. Мой хороший племянник, скажи дяде, что Джалаладин заставил тебя передать ему звание кронпринца. Нет, это предсмертная воля султана. Составленная Джалаладином? Я слышал это своими ушами. Так не может быть, дитя. Даже если это последняя воля султана, ты наследный принц, назначенный самой вдовствующей императрицей. Это незаконно, что султан самовольно поменял наследного принца. Незаконно. Сын, подготовься принять трон здесь. Послушайте, немедленно соберите по тысяче солдат, тайно кружите дворец и охрану Джалаладина. Убейте принца Джалаладина, генерала Тимур-Мелика и их охрану. Не оставляйте живым никого. Да. Старший брат. Старший брат. Что случилось? Султан Джалаладин. Принц Васалахей говорит, что его дядя и хан и циньша собирают войска, чтобы убить тебя. Брат, правда ли это? Они говорят, отец незаконно назначил тебя султаном, поэтому хотят убить тебя. Однако отец говорил, что кроме тебя никто не сможет спасти страну. Хорошо, брат. Мой добрый брат. Султан, войска в городе, это все люди дяди. Они хотят выступить в час петуха. Нам только остается скорее покинуть Ургенч. Идем. История не терпит предположений. Если бы реакционные ханы циньша не развязали внутренний конфликт и не прогнали султана Джалаладина, который был умнее и смелее своего отца, возможно, результат сражения возле самого большого города Хорезма был бы иным. Осада древней столицы Хорезма Ургенча. Стотысячная монгольская армия под командованием Джочи. Город Бухара. Жители Бухары, я султан Джалаладин. Я хочу рассказать вам одну историю. Жители одного города, такого же богатого, как Бухара, пребывали в иллюзии, что враги могут быть милосердными. В ситуации, когда они больше не могли сопротивляться, нашествию монголов, они отправили послов выпросить у врага обещание помилования. Открыли ворота и сдались. Однако монголы, войдя в город, вывели всех жителей, бедных и богатых, за городские стены. Затем отделили женщин от мужчин, отобрали 400 ремесленников и часть детей, а всех остальных убили до единого. Хотите ли вы узнать, где произошла эта страшная история? Хотите ли вы избежать этой трагической участи? Берите оружие и следуйте за мной. Только так мы сможем победить! Да здравствуй, Джалаладин! Скольких жен они похитили у мужей? Скольких сестер и братьев разъединили? Берите оружие и убейте их, чтобы защитить нашу веру! Да здравствуй, Джалаладин! Если вы опустите боевое оружие, это не сделает дьяволов ангелами. Мы сложим свои головы и прольем кровь, но не отдадим неверным весь харизм без боя. Да здравствуй, Джалаладин! Дворец Самарканда Хан, хорошие новости! Монах Чанчунь уже отправился из Янзиня, Самарканд. Да? Хорошо! Сегодня много хороших новостей. Мы это отпразднуем. Это пленные, отправленные Джебейсу Бутаем из Нишабура. Те, что моложе наложницы и дочери султана Мухаммеда, а старуха с кошкой, его мать, тетка Хайрхана, вдовствующая императрица Теркен. Садитесь все! Длинная борода, садись рядом со мной! Хан, Теркен императрица, и хотя она пленная, она все равно должна сесть. Так принято? Да. С давних времен традиционно принято передавать звание королей правителям покоренных стран. Хорошо. Дайте место императрице Теркен. Прошу садиться, императрица Теркен. Хан, видел ли ты кошку на коленях императрица Теркен? Кошку? А это для чего? Она не может давать шерсть, ее нельзя доить. Ты посмотри, у нее разные глаза. В чем разница? Они разного цвета. Точно. Странно. Она мне нравится. Могу я попросить ее дать мне на несколько дней свою кошку поиграть? Это можно. Императрица Теркен, моей наложнице Хулан понравилась твоя кошка. Можешь ли ты дать кошку Хулан? Нет. Это моя кошка. Ты императрица покоренной страны и так грубишь мне? Охрана, здесь. Бросьте кошку и убейте ее. Не нужно, Хан. Не трогай кошку. Какого она, полумужского или женского? Ты разве не видишь, что она беременная, идиотка? Тогда подожди, когда она родит котят. Сможешь ли ты дать одного? Смотря в каком настроении я буду. Почему сегодня на пиршестве по случаю победы нет ни песен, ни танцев? Новая шкафу fantа где мне Suite Б А? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я слышал, что жители Хорезма хорошо поют и танцуют. Наложницы и принцессы, развлеките моих генералов, заслуживших высокие награды и почести. В чем дело? Ну что? Почему же никто из наложниц? И принцесс не желает порадовать нас? Подождите, как они могут танцевать, если им никто не будет петь? На Я? Отойдите. Отойдите. На земле есть прекрасное место Хорезм. Его великий султан, завоеватель мира. Правоверные пять раз в день молятся Аллаху и ведут прекрасную жизнь. Но с восточной стороны налетел огонь и выжег множество полей и городов. Люди в тщетной надежде поливали слезами огонь, но они ошибались. Только мечом ненависти можно погасить огненного дьявола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я убью тебя! Мой внук Джиллаладин, с которым я плохо обошлась, убьет тебя! Полуй! Не нужно грубить императрицу. Хорошо, отец. Императрица, мне очень понравилась твоя песня, а также понравились их танцы. На я? Здесь. Позаботься, как следует о том, чтобы они хорошо жили, не пренебрегая этим. Хорошо. Императрица, я хочу сообщить тебе хорошую новость. Ваш царствующий дядюшка отразил нападение трех моих сыновей. Ваш новый султан Джиллаладин уже собрал 80-тысячную армию, чтобы отвоевать южные территории, захваченные моими генералами Джебе и Субутаем. Спасибо, что поделился со мной этой вселяющей радость новостью. Однако, я не могу не сообщить тебе и плохую новость. Я приказал троим своим сыновьям безжалостно атаковать город Ургенч, который осмелился сопротивляться. Кроме того, я собираюсь лично преследовать Джиллаладина. Аллах не допустит твоей победы. У меня нет выбора. Ваше Величество Хан! Встаньте! Я даю тебе задание остаться и позаботиться об армии. Го Баюй! Отвечает за связь. Как только приедет даусский монах, немедленно известите меня об этом. Джебе и Субутай отправили гонца доложить, что по дороге они хотят наказать племя Циньша, что к северу от Каспийского моря, которое когда-то укрыло твоего злейшего врага, правителя Меркитов. Пусть гонец передаст мой приказ. После того, как они проучат их, пусть возвращаются через степи Циньша, северной дорогой, прямо в монгольские степи. О, Аллах! Лучше ли султану? Возможно, у него плеврит. Воды в брюшной полости все больше, лихорадка не проходит, к тому же нет никаких лекарств. Боюсь, что не нужно ему это говорить. Пусть он спокойно уйдет в сады рая. Какие еще плохие новости? Чингисхан отправил трех своих сыновей с войсками в нашу старую столицу Ургенч. Это не является неожиданным событием. Еще пала крепость Хулун. Что? А что с императрицей? Женами султана, принцессами и принцами? Императрица, жены султана и принцессы в плену у Джебе. Все маленькие принцы убиты. Аллах! Отец! 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 Он, должно быть, услышал печальные, горькие новости. Я умираю. Отец, не печалься. Мои умершие родные уже ждут меня в райских садах. Тех, кто умрет потом, я буду ждать в садах рая. Наша семья скоро воссоединится. Я покорил и правил такой огромной территорией, но, к несчастью, сейчас не осталось и дюйма земли, чтобы кинуть в мою могилу. Мне остается быть похороненным на этом крошечном заброшенном островке. Что ж, каждый день морские волны будут играть мне похоронные марши. Каждый день будут буревестники. Отец! Джалаладин, я скажу тебе, это был приказ императрицы сделать Ус-Ил-Эхая наследным принцем. Я приложу все силы, чтобы помочь своему младшему брату. Ус-Ил-Эхей, это не потому, что отец не любит тебя, а потому, что кроме Джалаладина больше некому спасти Хорезм. Поэтому я назначаю султаном Джалаладина. Успокойся. У меня нет ни капли ненависти к тебе или к моему старшему брату. Хорошо. Теперь у вас новый султан. В декабре 1220 года султан Мухаммед умер. Он познал славу и унижение. Не было почести для султана, не было похоронной музыки, не было плача, так как они боялись, что потревожат преследовавших их монголов. Самое трагичное в том, что даже султан Мухаммед не предполагал, что и гроба у него тоже не будет. Будет лишь желтый песок на лице. Однако он, наконец, был избавлен от страха преследования монгольскими конями. Он тихо покоился на этом крошечном островке, который впоследствии поглотила морская вода. Прославляли или проклинали его потомки, никто из них не смог найти место, где он был похоронен. Идем. Мы должны добраться до Ургенча, до того, как туда прибудут три сына Чингисхана. Стотысячная армия Ургенча и миллион его жителей – это наша единственная надежда разбить монголов и спасти Хорезм. Да здравствуй, Джелл Аладдин! Да здравствуй, Джелл Аладдин! Я подвел вас. Позволил жить в страхе. Потеряно более половины территории государства Хорезм. Погибли миллионы людей. Сейчас правоверные страдают. Я виноват перед вами. Я виноват и перед Аллахом. Прости меня, Аллах. Его высочество принца здесь. Дядя, я больше не принц. Не нужно этого. Мой хороший племянник, скажи дяде, что Джелл Аладдин заставил тебя передать ему звание кронпринца. Нет, это предсмертная воля султана. Составленная Джелл Аладдином? Я слышал это своими ушами. Так не может быть, дитя. Даже если это последняя воля султана, ты наследный принц, назначенный самой вдовствующей императрицей. Это незаконно, что султан самовольно поменял наследного принца. Незаконно. Сын, подготовься принять трон здесь. Послушайте, немедленно... Вперед! Вперед! Сын, подготовься принять трон. Сын, подготовься принять трон. В то время, как Джебе и Субутай захватывали город, султан Мухаммед и его охрана спешно бежали в город Нишабур. А покинувший султана главный министр, сошелся лицом к лицу с триумфально возвращающимся Джебе. Город Нишабур. Приветствую тебя, вдовствующая императрица-мать и образец женской добродетели. Генерал Тимур Мелик, почему твой великий султан не пришел встретить меня? Он не знает, что вы прибыли в город Нишабур. Чем он занят? Он плохо себя чувствует, как физически, так и морально. Отведите меня к нему. Завоеватель западного мира султан Мухаммед превратился в ходячий труп. В то время, как завоеватель восточного мира, хотя и чувствующий уже постепенное приближение смерти, все еще крепок и амбициозен. Хотя трудно определить степень участия этих двух главнокомандующих в военных победах и поражениях во время противостояния Запада и Востока. Однако падение харизма, безусловно, лежит на совести султана. Уходите все отсюда! Императрица! Постойте! Как смеете вы притуплять волю султана к борьбе в тяжелые для страны времена? Уведите их и обезглавьте! Императрица! Императрица! Стране смерти разруха! Как можешь ты проводить дни в пьянстве? Как же я могла родить такого никчемного сына? Я никчемный! Да, ты права! Я провожу дни за вином! Но что ты дала мне сделать? Аллах покинул меня! Я ничего не могу сделать! Джебей и Субутай, эти два монгольских дьявола неустанно преследуют меня! Мне некуда бежать, негде скрыться! Что ты прикажешь мне делать? Неужели твоя сабля сделана из дерева? Почему ты не идешь и не сопротивляешься? Сопротивляться? Я уже сопротивлялся, но моя армия, встретив монголов, была разбита на голову! О, Аллах! С тех пор, как я пересек реку Амударья, я почти каждый день бегу, спасая жизнь! Куда бы я ни пришел, не проходит трех дней, как Джебей и Субутай догоняют меня! Твои министры, наши ханы Циньша! Они чуть не убили меня! Что? Министры и ханы Циньша, которых ты навязала мне, не только не помогли мне отбить нападение монголов, но замышляли убить меня! Сегодня я, к счастью, жив, но кто знает, когда я умру! Как такое может быть? Как такое может быть? Но это так! Уже так! С харизмом покончено! Он исчезнет из этого мира! Мать! Давай вместе весело насладимся последними днями! Генерал Тимур Мелик! Императрица! Наши женщины, дети и старики прибежали сюда из Ургенча, чтобы укрыться от нападения Чингисхана и не быть убитыми Джебе и Субутаем! Его Величество Султан уже распорядился! Мне все равно! Я не собираюсь выслушать, какой план у моего неумелого сына! Мне сейчас нужен ваш совет! В горах возле города Нишабур есть старая крепость Халун! Это место легко защищать и трудно атаковать! Я уже подготовил армию сопровождать ваше высочество Султана и принцев охранять вашу безопасность! Однако Его Величество Султан... Не думай о нем, я уже устала смотреть на него! Проводи меня немедленно назад! Вдовствующая императрица! Вдовствующая императрица! Что стряслось? Монголы! Монголы! Что монголы? Монголы уже окружили крепость! А где мой сын Султан Мухаммед? Почему он не остановит монголов? Жители крепости Хулун не имеют привычки запасать воду, А в этом году уже несколько месяцев не было дождя Я думаю, в крепости скоро кончится вода Да? Я думаю, нам не нужно шламывать крепость Через несколько дней окружение, она падет сама Слушайте! Окружим крепость так плотно, чтобы не просочилась ни одна капля! Каспийское море, остров Абускум В июне 1220 года Султан Мухаммед встретился с монголами и был повержен Он с трудом бежал к Каспийскому морю и укрылся на острове Абускум Который сейчас уже ушел под воду Аллах, защити меня, не оставляй меня! Спустя полмесяца в крепости Хулун кончилась вода Воды 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 Скорее отправьте кого-нибудь найти для меня воды Убивайте всех, кто осмеливается скрывать от меня воду Вдохствующая императрица Мы не можем найти ни капли воды Мне не важно сколько, только поскорей принесите мне воду! Скорее! Хорошо Эй! Принесите воды! Позовите их выйти из крепости и попить воды! Эй! Идите скорее попить воды! Вдохствующая императрица Мы сдаемся Сдаемся Если не сдадимся Мы умрем от жажды Откройте крепость Сдавайтесь Вдохствующая императрица приказала открыть город и сдаться Пить Пить Это мое Мое Пить Воды Вода Это мое Мое Это мое Моя вода Императрица, вода Вода, императрица Вода Дай мне немного попить Дай мне немного Дай мне Дай мне Проваливайте Или вы хотите поднять мятеж? Отойдите Дайте сначала попить королевским наложницам и принцам Ты, вдохствующая императрица Таркен? Да Но кто позволил тебе произносить мое имя? Скажи, все эти женщины и дети являются наложницами и принцами его величества султана? И еще есть принцессы Понятно Дайте в волю напиться наложницам и принцессам, но не давайте пить принцам Почему? Почему принцам нельзя пить? Мертвецы не знают жажды Уведите их и безглавьте Аллах! Аллах! Ты видишь, почему ты не разрубишь свои сабли, подобно молнии этих убийц? Мой бестолковый сын, султан Мухаммед, почему ты не идешь защитить своих сыновей? Где ты скрываешься? Аллах! Вы все слышали? Она назвала меня неумелым. Да, я неумелый. От меня нет толка. Но я еще помню, кто принес в харизму эту разрушительную войну. Это ее племянник, проклятый Хаирхан. Если бы послушали меня, отправили этого злодея. И все награбленное им Чингисхану, не было бы этой войны. Но разве она послушала? Она получила от Хаирхана сундук с драгоценностями, и грабитель сразу стал героем, а купцы шпионами. Пришли монголы, и страна скоро будет разрушена. Однако эти ханы Циньша, на которых она опирается, могут только бежать, поджав хвост, едва завидев монголов. Все города один за другим попали в руки Чингисхана. В этой безнадежной ситуации что я могу сделать? Я могу попать! Ха-ха-ха! 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 Встречной армии двух генералов Чингисхана, Джи-Бе и Субутая, подходили к нему все ближе. Ваше Величество, достопочтенный султан! Если ты уйдешь, кто защитит нас, правоверных? Кто защитит наши мечети? Мои подчиненные, вы ошибаетесь. Я выезжаю за пределы города, чтобы поохотиться. Я не брошу мечети правоверных. Вы сейчас же отправляетесь укреплять городские стены и углублять ров. Когда придут монголы, я поведу вас на защиту Нишабура, и мы уничтожим монголов у стен города. Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Звук колёй! Белаяい! Малая религии! Великий защитник нашей религии! Керуй, Советinha! Белаяя! Великий После того, как жители города укрепят стены и сделают глуп жиров, они обнаружат, что мы уже сбежали. Как они будут выражать свой праведный гнев и разочарование? Бежим. У нашего великого султана еще есть места, не занятые монголами, куда можно бежать. Необходимость в решающей битве, которую ты так ждешь, придет сама собой. Три дня спустя монголы штурмуют Нишамур. Монголы у стен города. Монголы пришли. Они действительно пришли. Монголы пришли. Султан и его армия бежали. Разве он не говорил, что уходит охотиться? Не заставил нас укреплять стены города и глуп жиротеров? О, Боже, он предатель! Какой же он защитник! Он трус и негодяй! Теперь, когда султан бежал, кто защитит нас? Кто придет защитить нас, безоружных мусульман? Пусть великий Аллах накажет этого злодея. Если мы будем сопротивляться, они наверняка всех нас убьют. Если мы сдадимся, они, возможно, сохранят нам жизнь. Так лучше нам сдаться. Вы очень послушны. Здесь есть императорский указ Чингисхана под красной печатью, написанный на уйгурском. Прочти его. Всемогущее небо даровало великому хану Чингисхану все земли от места, где восходит солнце, до места, где оно садится. Любой, кто сдастся, а также его жена, дети и родственники, получат помилование. Любой, кто окажет сопротивление, а также его жена, дети и ближние, будут убиты. Чингисхан в Великой Монгольской империи. Вы поняли? Возвращайся и передай это городской знати. Скажи им, не призывать народ подобным муравьям оказывать сопротивление монголам, подобным огню и воде. Хорошо. Говорите, куда бежала эта злобная старуха Таркен? В крепость Хулун. Вы отведете нас туда? Отведем. Крепость Хулун. Преданность слуги познается в трудное для государства время. Настоящий герой рождается в смутные времена. Подобно героям Хорезма Цешили, Тимур Мелику и Джалаладину. Все они достойны называться преданными слугами страны и народными героями. Перед лицом захватчиков они показали свою отвагу. Они заставили Чингисхан уважать себя. Их имена навсегда останутся в истории такими же яркими, как имена их победителей. Чингисхан. Главный руководитель проекта Джангу Амин. Идея Гэ Цзянь. Сценарии Шучи Сянь, Чжу Яутин. В главных ролях Ба Лин, Сажэнь Гауа, Чжао Хэн Сюань. Главный оператор Гэ Жи Ту. Постановка трюков Цзэ Вэй Чун. Музыка Чжан Чаньи. Главный продюсер Батыр. Режиссер Чжу Вэньцзэ. Двадцать восьмая серия. Султан совсем потерял разум. А этот рожденный тюркской неразумной женщиной принц Джалаладин постоянно залится на место кронпринца. Если он придет к власти, нам, людям, киньша, не поздоровится. Нужно избавиться от султана Мохаммеда и сделать наследного принца новым султаном. Избавимся сейчас же. Идем. Не нужно верить всему, что говорит эта ведьма. Но не верить совсем мы не можем. Да, в это совершенно невозможно верить. Брать, хватит. Не важно, что говорит Дуали. Когда-то ты тоже не соглашался вступать в Газни и Ирак. Отец, я не согласен бежать, сломя голову. Хватит. Не стоит тратить слов на тему, которую мы уже обсуждали сто раз. Сегодня я хочу тебе сказать то, что ты должен навсегда запомнить. Война – это не детская игрушка. Ваше Величество, сегодня вечером вам лучше не покидать свою охрану. Почему? Потому что кто-то вас хочет убить. Кто-то убил его Величество Султана. Султана стреляли. Слушайте, вчера вечером султан Мохаммед отправился к праотцам. Сейчас его душа уже в райских кущах вместе с прошлым правителем. Как главный министр по приказу вдовствующей императрицы Теркен, я объявляю маленького наследника принца новым султаном. Принц Джалаладин, скорее сойдите с коня и поклонитесь новому султану. Что ж, я очень хочу сделать то, что вы мне говорите. Однако кое-кто здесь не согласен. Кто? Кто осмирился не согласиться? Пусть он выйдет. Мой солдат был убит теми, кто задумал убить меня. Пусть Аллах в своем яростном гневе разнесет сатанинскую голову этого бунтовщика. Да здравствует султан Мохаммед! Долгих лет жизни нашему султану! Отец, нельзя дать им уйти! Они в страхе не знают, куда бежать. Джебе позаботится об этом деле вместо меня. Докладываю вам, генералы, жители города наотрез не хотят вас слушать и отказываются отдавать вам что-либо. Что же? Сабутай, придется сражаться? Брось. Важнее догнать султана Мохаммеда. Выступаем! Монголы уходят! Ну что, они еще что-то кричат? Убить их всех без исключения! Остановиться! Захватить город, убить всех жителей! Братья, чего вы ждете? Вперед! Бibly! Субтитры сделал DimaTorzok